Ваше здоровье! Привет! Меня зовут Серж. Не те подтяжки. Я сейчас вернусь. Ну вот совсем другое дело. Французских у меня не было, но такие нейтральные есть. Ну что, начнем сначала. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Сегодня я приготовлю для вас курицы. Буябес. Для этого мне понадобится рыба, овощи, шафра и еще пару мелочей. Ну вот, как и обещал, по холоду приготовлю буябес. Летом я этот суп готовить не могу. По одной причине, что в 500 метрах от меня живет и работает фермер. И если я летом начну готовить что-то из рыбы, то это будет просто катастрофа. Тут налетит целый рой мух, только успевая окна закрывать. Но мухе-то ладно. А еще и осы сдвинут брови и прут как танки. Только успевая отмахиваться. Поэтому буябес я готовлю только в холодное время года. Для приготовления этого замечательного супа бедных марсельских рыбаков, который раньше готовился из остатков рыбы, которые рыбаки не успели продать на рынке. Но со временем суп облагородили, добавили различные морепродукты, тем самым вознесли этот суп в кулинарии очень высоко. Для приготовления супа нам понадобятся различные виды рыб. Нееет, только не майонезный долбоносик. Ну я конечно шучу. Нам понадобятся совсем другие рыбы, не те которые вы увидели. Ну что, перейдем к приготовлению ухи. Ну для начала давайте разберемся с овощами. Для овощей мне понадобится... Сразу возьму паприку. Мы делаем вот такой крестообразный надрез. Прорезаем не до конца. Добавляем чеснок, добавляем росмарин. Смазываем сладкий болгарский перец маслом, не важно каким, растительным, оливковым, какой у вас есть. И отправляем при температуре 210 градусов на 25 минут. Позже вы узнаете для чего я это сделал. Далее мне понадобятся три помидора. Я вырезаю вот таким образом попки. Делаю крестообразный надрез. Видите, я уже подготовил. И отправляюсь в плите. Здесь вода у меня уже кипит, она не соленая. И отправляю помидоры в кипящую воду. Ненадолго. Я подготовил чашку с холодной водой. У меня в морозильнике оказался лёд. И я его добавляю сразу сюда. Вот помидоры пробовали у меня в воде буквально 20 секунд. Они готовы. Я их вынимаю и отправляю в холодную воду. Да, чуть не забыл. Количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете на моем канале. Я буду готовить не марсельскую, а тулонскую. Я буду добавлять картофель. Кто не хочет картофель добавлять, тот не добавляет. Это дело индивидуальное. Я картофелю придал форму. И так я его буду отваривать. Отваривать я его буду в отдельной воде. Морковь. Морковь очень просто. Очищаем морковь. Делим ее на две части. Морковины у меня были небольшие. И режем наискосок на вот такие кусочки. Черешковый сельдерей режем на небольшие ромбики. Что нужно учесть при работе с черешковым сельдереем? Обязательно верхнюю часть экономкой снять. Она просто очень волокнистая. Здесь можно ее разрезать пополам. И наискосок на вот такие небольшие ромбики. Черешковый сельдерей готов. Также мне понадобится лук-порель. Но как вы знаете, что я не любитель лука. Поэтому я его мелко резать не буду. Я возьму лишь вот такую часть. Грамм сто. Я ее просто отварю и уберу с супа. Обязательно порель разрежьте пополам. И промойте от песка. Далее фенхель. Ну какой же буйя без фенхеля. Нарезаем его вот на такие шайбы. И удаляю кочерыжку. Ее прекрасно видно. Так, эту часть я отрезаю. Я ее убираю. Я эту часть фенхеля использую для приготовления бульона. И также нарезаю фенхель на небольшие кусочки. Далее помидоры. Удаляем кожицу. Разрезаем на 4 части. Удаляем сердцевину. Сердцевину не выбрасываем. И нарезаем помидоры вот на такие кубики. Помидоры готовы. Сладкий болгарский перец у меня тоже приготовился. Я его вынул из печки. Дам ему немного остыть. И отправлю в полиэтиленовый пакет. Чтобы он у меня немного вспотел. Чтобы я мог легко снять кожицу. Так, сладкий болгарский перец подостыл. Я его отправляю в мешочек. Если вы сразу достали с духовки перец, то не отправляйте его немедленно в полиэтиленовый мешок. Иначе он его просто-напросто прожжет. Проверено? Знаю. По рыбе у меня сегодня палтус. Вот, все, пошел. Хороший бис. Посмотрим. Ну, хорош хороший бис. Вау, вон он. Хальбут! 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 Режем на вот такие небольшие кусочки. Далее. Зубатка. Зубатка. Ну, это та рыба, которая похожа на кролика с такими кривыми зубами. Вся рыба у меня от костей, которые я уже режу, очищена. Я считаю так, что при поедании этого короля супов ничто не должно мешать наслаждаться этим супом. И даже приезд моей мамы в гости. Никакие косточки. Филе морского окуня. Хороший он парень. Ловил я его. Любит он водиться на глубине, начиная от 100 метров. Морской петух. Кстати, у меня на канале есть уха, приготовленная из морского петуха. Если у вас есть желание, можете посмотреть. Ссылку оставлю. Далее у меня есть Сибас. Морской волк. Лаврак. Довольно много, я считаю, у него названий. Граф де ла фер. Вас так много, а меня так мало. Ну, в простонароднии в Германии он называется Вольспарш. И в среде поваров мы его знаем как Луптемия. Я сильно много показывать не буду. Как я разделываю? Я покажу только одну часть. Мы ведь, собственно, здесь собрались, чтобы не учиться разделывать рыбу, а готовить суп. Значит, у меня еще будет Дорадо. И на этом, что касается рыбы, все. Но я считаю, что более чем достаточно. Значит, делаем за жаберными крышками вот такой надрез. Чешуя у меня уже снята, имейте ввиду. Внутренности вынуты, жабры вынуты. Вставляем нож. Проворачиваем. И срезаем филе. Далее. Вот эти косточки мы срезаем. Они у нас пойдут в дальнейшем на бульон. Вот здесь находится еще один ряд костей. Его можно как удалить пинцетом, а можно просто-напросто вырезать. Как это делаю я. Все. Чем и хороша морская рыба, что в ней не очень много костей. И нарезаю точно так же на небольшие кусочки. Дораду я буду разделывать точно так же. Так рыбу я присаливаю морской солью. Так как соль крупная, аккуратно, чтобы вы не пересолили. Рыбу пока убираю полностью всю в холодильник. Из рыбных аркасов я сразу приготовлю бульон. Как готовится бульон я сегодня показывать не буду. Так как он у меня уже готов. А для тех, кто не знает как это делать, я оставлю ссылку. Где вы подробно узнаете как приготовить бульон. Так же для моей ухи я купил несколько тигровых креветок. Они уже как таковые очищены, а именно разрезаны. И кишечник уже удален. Так же я приобрел несколько гребешков. И так же я добавлю в свою уху парочку кальмаров. Ну они просто у меня были. Кальмара я выворачиваю. Вот так вот нажатием пальца. И очищаю. Вот в этих местах довольно часто можно увидеть вот такую прозрачную хитиновую харту. Или харту. Ну кто не знает, в простонародье просто хрень. Ее нужно обязательно удалить и выбросить. Так ну естественно здесь посмотреть, убрать все лишнее. Кальмар у меня довольно чистый, поэтому здесь особо убирать нечего. Далее я разрезаю его пополам. Один и другой. И я хочу придать кальмару небольшой рисунок. А именно, когда он будет обжариваться, он закрутится вот в такое колесико. И я придам ему вот такой вот рисунок. Делается он очень просто. Это мы режем с внутренней стороны. Не с наружной, а с внутренней. Делаем вот такие засечки. Только тушку до конца не прорезаем. Она здесь у нас должна остаться целой. Переворачиваем. И нарезаем далее. Теперь мы видим, что у нас образовываются вот такие вот ромбики. Ну вот я думаю, так вот будет хорошо видно. Так, ну и эту часть я разделяю пополам. Свернется он у нас вот так, при обжарке. В кастрюлю я добавляю оливковое масло. Добавляю овощи. Один бадьян. Пару веточек тимьяна. Немного белого вина. Дам вину выпариться. Можно добавить цедрель лимона. Или апельсина. Немного. Лимон я предварительно отдал кипятком. И протер насухо салфеткой. Если кому-то нравится анисовый шнапс перно, вы можете его прекрасно добавить. Я его как таковой не люблю. Поэтому я его не добавляю. Я больше чем уверен, что так называемые знатоки обязательно скажут, он туда идет. Возможно идет. Но я его добавлять не буду. Так, ну вот весь алкоголь уже выпарился. И я добавлю еще вермута. Молепра. Который очень хорошо сочетается с рыбными блюдами. Налью рыбный бульон. Добавлю соли. И дам закипеть. Овощи я буду варить до состояния аль денте. Но ориентироваться я буду все-таки на фенхель. Потому что фенхель готовится дольше всего. Как только овощи приготовятся, одну часть я возьму и уберу в сторону. Для меня очень важно, чтобы в супе был гарнир. И чтобы я этот гарнир мог показать не только одно пюре, но и те овощи, которые в нем присутствуют. Пока овощи варятся, я разберусь с болгарским перцем. Он уже отлично вспотел. И удалить с него кожицу не составит никакого труда. Вот видите, она сама прекрасно отходит. Из этого перца мы приготовим соус, который называется руй, который подается с этим супом. Делается он на основе майонеза. И соус этот, кстати, едят тоже по-разному. Его добавляют как и в суп. Намазывают на багет. Багет отправляют прямо в суп или едят в прикуску. Здесь, как говорится, кто на что гораст. Так, ну вот овощи готовы. Я удаляю бадьян. Я удаляю лук-порей. И я удаляю все веточки тимьяна, лимонные шкурки. И всю остальную массу пробиваю по грудным блендерам. Не забудьте, что часть овощей в качестве гарнира я отложил в сторону. Видео я это просто не показал. Масса готова. Далее мы суп прогоняем через сито. И вот такими круговыми движениями протираем всю массу через сито. Суп пока отставляю в сторону. И занимаюсь дальнейшим приготовлением руй. Вот что я еще забыл, так это про помидоры. Сердцевинки отправляю в мерный стакан, наливая немного супа, пробиваю блендером. И эту же массу протираю через сито. Добавляю просто к супу. Я просто забыл. Я взял три куриных яйца и разделил белки на желтки. Желтки мне понадобятся для приготовления руй по принципу майонеза. А белки я убираю в холодильник. Их использую я для чего-нибудь другого. К желткам отправляю приготовленный и очищенный болгарский перец. Так, беру чеснок. Тут для себя определитесь, пожалуйста, сами, сколько чесноков вы добавите. Я добавлю вот такое количество. А в общей сложности я возьму 150 миллилитров оливкового масла. Отправляю чеснок сюда же. Добавляю морской соли. Добавляю немного каенского перца. Вы, конечно, можете добавить больше. Я не знаю, насколько острый вы любите. Добавлю горчицы, лимонного сока. И при помощи погружного блендера я создаю эмульсию. В массу я добавляю немного шафрана. В общей сложности у меня 1 грамм шафрана. Остальную часть шафрана я отправлю попозже в суп. Так как шафран у меня не перьями, мне запаривать его не нужно. Делаем майонез. Пробую на вкус. У меня все устраивает. Я своему готовому соусу придам еще немного бархатистости. А именно добавлю поджаренный багет. Также можно вместо багета протереть отваренный картофель. Мой соус готов. Я его накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Какой же он, зараза, вкусный. Получился. Пока суть до дела, я уже отправляю багет запекаться. И вот сейчас в то время, когда уже нужно начинать отваривать картофель. Сразу заливаю горячей кипяченой водой, немного соли и добавлю секретную смесь. Но это не что иное, как просто краситель. Ну выглядит вот так. Такая баночка стоит примерно 12-15 евро. Ну хватает ее, чтобы покрасить красиво рис или картофель. Вообще превосходно. Мне просто жалко добавлять сюда шафран. Да, касаемо шафрана. Шафран вы можете приобрести по интернету. Но в Германии они называются Feinkostladen. Если задать это значение, то их будет как грязи. То есть сам купить шафран реально. Цена одного грамма, в зависимости от того пыльца это или перышки, колеблется примерно от 7 до 9 евро за грамм. Отправляю картофель вариться. Теперь я вам покажу, как делаю рыбу я. Значит есть здесь несколько вариантов. Один из них рыбу обжарить. И затем выкладывать ее на тарелочки и наливать уху. Либо же сделать, как это делаю я. Залью всю рыбу кипятком. Таким образом я ее запечатаю, чтобы она внутри у меня оставалась сочной. Она уже просоленная, вы помните. Дам поставить одну минутку и воду я солью. Отправляюсь к плите. Суп у меня вот-вот закипит. Я добавляю шафран. Отправляю порезанный кубиком помидоры. И добавляю к супу еще один секретный ингредиент. Кубик маги. Ну что, уже обосрались? Доброжелатели, не добавлю я кубика маги. А то ж вы повеситесь все. Добавляю еще немного соли. На данном этапе мы соединили, как говорят немцы, три магические эс. Что означает соль, сладость и кислоту. Зойры, зюзы, зальц. Суп закипел и я отправляю сюда нашу рыбу. Общее количество рыбы один килограмм чистого веса. Не считая, что я сейчас добавлю креветки и гребешки. Добавляю овощи. Накрываю крышкой. И на медленном огне дам немного повариться. Немного. Картофель уже будет вот-вот готов. А я обжариваю креветки, кальмаров и гребешки. Добавляю немного оливкового масла. Первым отправляю кальмары. Немного присаливаю. Немного чеснока. Рассмотрим. Кальмары обжариваются очень быстро. То есть они становятся готовыми очень быстро. Они готовы и я их отбрасываю на потери. Да, уха моя готова, я ее выключил. Отставляем ее в сторону. Кальмары у меня находятся в духовке при температуре 70 градусов. И отправляем креветки обжариваться. Так, ну я вижу, что температура у меня сковорода держит. И я могу здесь же обжарить и гребешки. Гребешки я не солю. Креветки готовы. И я их помещаю также в духовку. Гребешки тоже готовы. Ну а мне ничего не остается, как перейти к столу подачи. Я думаю, перед подачей аперитив не помешает. Сегодня я его заслужил. Ваше здоровье. Гребешки. 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 Продолжение следует... Я знаю, что сейчас знатоки французской кухни заверещат, что я добавил укроп. Но я считаю, что укроп здесь уместен. Он подчеркнет это блюдо. Я в свое время готовил для гостей моего шефа. И все, абсолютно все до единого, накинулись именно на мой буябез. Приготовленный с укропом. И наш руи. Вот так мы его размазываем по багету. И тут кто как хочет. Хотите, добавьте сюда. Хотите, ешьте отдельно. Хотите, добавьте руи непосредственно в суп. Все допустимо. Я видел разные варианты. Дарите вашим женщинам радость. Но я сегодня уже подарил, даже не успев накидаться. Если вам понравилось это видео, делитесь им с вашими друзьями. Невзирая ни на что, оставляйте ваши комментарии. Этим самым вы поможете продвинуть мой канал. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч.